не борода там да пенис всем привет вы смотрите канал боевые ботаники сегодня у нас боксер святослав шталь будет тестировать работу рук тэквондиста антона шамайна тестировать возможно чему-то научит антона и конечно же будут спарринги да 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 давай тебе слово значит фронт работ такой сейчас оденем руки в перчатки немножечко работы на лапах то есть я со своей точки зрения с боксерской посмотрю на некоторые аспекты как бы да антоша на руках именно боксерской точки зрения на передвижение на ногах потом значит мы проведем три учебных спарринга именно вот так как проводят на тренировке возможно ну не совсем то что я предлагал да как бы юрий но тем не менее и немножечко потом в концовочке сделаем работу на мешке своими скажем тогда фишками которые я вот обычно даю да и резюме да то есть насколько есть если в тэквондо руки да есть уже манин конкретно вот это хороший вопрос ты бинтуешься сам по-своему да я только кисть я здесь максимум вот так вот я что-то кисть дернул недавно кому-то в жбан ударил а ты руки не бинтуешь вообще не бинтую ну биту раньше бинтовал очень редко потом стал может это неправильно давай я тебя забинтую кейси давай вот давай так короче сделаем бинт короткий соответственно основная задача если у вас короткий бинг сделать вот здесь вот и такие ребра жесткости чтобы не это самое не гуляла кисть в тэквондо запрещено бинтовать руки все что всегда интересно было насколько часто в тренировках боксеры одевают снарядные перчатки ну раньше советское время постоянно работали я не приверженец я как-то к сам одну посмотрел как тренирующая программа профиков американских ребята там уж не одевают большие тяжелые перчатки я так скажу но все-таки суставы он это такая вещь который очень по крайне плохо привыкает к ударной нагрузке это факт особенно когда ребята приходят вот и начинает работать с ноля и блин ну тебе же этими руками потом есть писать гладить там собаку я тебя и переучивать не собираюсь я тебя немножко скорректирую значит внутри ноги совершенно верно хорошо стоят период касательно рук смотри есть два вида стойки есть учебная в боксе есть боевая учебная стойка это та стойка с которой мы работаем вот на мешках перед зеркалом то есть оттачиваем как бы основы это стойка максимально как бы ну вот она закрыта то есть вот ну мы понимаем да здесь печень селезенка да здесь подбородок то есть ручки как бы локти мы ну и мы не прижимаем их вот так куда не в состоянии напряжения находимся данные локти у нас смотрят вниз вот мы прикрыты да совершенно верно руки находятся на уровне как бы до скул подбородок как бы утоплен некоторые как бы тренера ставят сразу вот так вот да кому удобно это классическая стойка из советской школы до но вот лично как я учу стоять более фронтально это также опять же взяты запада сша враг россии потому что таким образом тебе будет удобно наносить удары и правой и левой рукой одинаково то есть тебе не нужно вот отсюда делать кучу лишних движений поставить ногу вытащить руку то есть но в ринге на этом времени на самом деле не когда боксирует всегда так стою потому что в таком низкая стойка на боковая да здесь можно на самом деле даже когда мы с тобой работа в парах я попрошу тебя поработать и в такой стойке вот свои на руках и ты поймешь как вот правой рукой крайне сложно ударить особенно когда соперник закручивается по твою переднюю ты правую руку после не вытащишь это логично да поэтому то есть мы мы стоим будут более менее фронтально значит смотри на первых своих тренировках я обычно прошу соблюсти несколько правил первое правило любой удар ну наверное также касательно тэквондо он идет строго по простой траектории подни пожалуйста руки то есть начинается от подбородка и заканчивается подбородком то есть траекторе только такая борода борода то есть ни в когда там дал пенис да грубо говоря а вот именно подбородок подбородок все и только из такой стоечки это первое это опять же не моя прихоть это ваша безопасность откуда удар пошел туда и пришел второе право немножко посложнее когда подключаем ноги мы должны понимать что мы до соперника тянемся не рукой понимаешь да меня да 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 ногами то есть мы входим в атаку как бы мы выходим из атаки то есть дотянуться до соперника можно двумя разными да как бы способами может дотянуться стоя на ногах вот рукой вот ну вопрос да то есть и да будто и и провалиться да а можно шагом и уйти назад и остаться как бы в позиции до с которой тебе удобно будет контратаковать или наоборот развить атаку третье правило это вот разум то есть не торопиться то есть не ничего как бы не делать скажем так хаотичных истеричных движений то есть ну торопиться некуда да поскольку обучающий процесс он длительный процесс это достаточно много времени поэтому мы каждое движение осмысливаем то есть это на самом деле говорят типа автомат автомат вот чтобы до этого автомата вот у нас сбокс довести нужно хорошо подумать да именно подумать а то ли отдела то есть эмны очень большая роль у нас вот играет именно этот самоконтроль значит перед жеем на ножках как бы ты на ногах двигался ты вот сокращай дистанцию сокращая просто движение да движение вперед отлично то есть движение вперед и теперь левая прямой с движением вперед отлично еще раз и хорошо и еще хорошо отлично двигаемся 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 то есть движение находится правой ручкой хорошо еще раз на ножку хорошо хорошо вот у антона рука идет с ног она идет как бы хорошо еще раз отлично еще раз и очень хорошо антон работает на выдохе правильно, грамотно как бы, да, это самое я бы немножко такой чуть-чуть прижал бы подбородок и как бы, ну, подсобрался ничего страшного, у меня совсем другая манера, у меня другой вес для того веса, сколько ты, килограмм 75-80? 75 очень хорошо, значит смотри, теперь давай вот с дистанцией более-менее попробуем поработать с ближней да, то есть вот встань чуть-чуть более фронтально подсядь и вот давай, левый боковой вот как бы ты бил левый боковой значит смотри, еще раз давай, еще раз еще раз, видишь ты прокручиваешься, да а соответственно, как бы, ты не вставляешь ногу то есть здесь движение, попробуй немножко именно снизу вверх, то есть снизу вверх, заряди ногу да, таз, да, и еще раз, и вот, совсем другое хорошо, давай теперь попробуем дальний боковой а здесь на скачке или неважно, просто как бьют, так и бьют? на скачке ты в любом случае сократишь, правильно, логично, да, то есть ударишь, попробуй вот именно с дистанции, как типа свинга, да, забыли хорошо, еще раз, и вот смотри, все очень хорошо только расслабь, вот именно расслабься потому что сейчас, ну, и ты немножко напряжен в спине, да, я вот, чувствуется подвижение, то есть акцент вот этот, а на самом деле нужно расслабиться да, расслабься прямо, то есть будь как вот, будь пластичен максимально попробуй, правый, и хорошо, еще раз еще раз, и отлично, и вот, великолепно, потому что он делает это с реверсом, с положением, с возвращением назад, то есть на самом деле, как бы, да, руки, у тебя есть, и давай которое самое в ближнем, как бы, да, поработаем именно вот на Аперкот левый, Аперкот правый да Аперкотик левый, оп, хорошо, еще раз それで, значит смотри, вот здесь постараюсь сократить амплитуду, то есть она не должна быть вот такой, да, то есть как будто зачерпнул да, то есть ты подсел и встал вот с крюком вообще если вы хотите пользоваться Аперкотом ну, вот для себя, как бы, да, мало ли то есть Эперкот идеально работает вблизи идеально работает, это когда ты соперника вот поджал, да, и он этого удара, вот, по сути, как бы, вот, он не видит, понимаешь, его не нужно открывать вот этими ударами, как бы, если это не идет вот такая вот атака, прям, когда, да, и у тебя уже пошел, и этот пресловутый боло-панч, да, давай правый, так же, оп, так же, с ножкой подсядь и зачеркни ноги. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, отлично. И теперь давай попробуем, расслабься, расслабься, и сейчас, вот, хочу серию из четырех ударов. Прямой, прямой, боковой, апперкот. Левый, правый, левый, правый. Расслаблен, расслаблен максимально, вот, плечики, расслабься, и, хорошо, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, очень хорошо, давай пять. Сейчас давай перейдем с тобой все-таки в работе в парах, сделаем с тобой три учебных спарринга. Вот сейчас я прошу тебя почувствовать, что это твой тот шаг, когда ты переступаешь и становишься профессионалом, да, то есть, ну, практически мы переходим к профессиональной стороне этого, так сказать, дела. И, ну, ты знаешь, что у любого профессионала есть свое прозвище. Я приготовил тебе сегодня два. Смотри, фишка вся в том, что очень много прозвищ мы не можем взять, там, типа, разрушитель, там, истребитель, там, и прочее, прочее. Они заняты уже, и нас могут за это подтянуть, скажут, блин, там, чувак какой-то, чемпион мира, там, знаешь, и пишут, скажут, что что это, там, Антон Шаманин взял мое прозвище. И поэтому, как бы, ну, я сейчас, ну, вот, приготовил, один какой-то возьму я, один какой-то возьмешь ты. Значит, у нас с тобой будут две футболки, которые, я подозреваю, куда потом перейдут. Вот, я предлагаю одну, вот такое вот взять прозвище, а другое, вот смотри, вот такое вот. Вот какой, кем бы ты хотел быть? Метахондрия убийца. А здесь-то как джанга, ион водорода освобожденный. У меня просто ионы водорода высвободились. Ион водород, знаешь, да, это когда митохондрия разрушает, ион водород высвободились, у меня просто мышцы забились. То есть, вот, вот. Слушай, ну, раз уж ты так вот дал футболки, я думаю, так и оставил. Окей, хорошо, тогда мы переодеваемся, я буду митохондрия убийца, а я все остальное, все остальное длинное. Ион водорода освобожденный. Освобожденный. Мне тут по шарам дали, короче говоря, случайно. У меня был в кармане ключ, и да капец, дурак, я забыл ключ вытащить, прикинь. И мне как шандарахнул, короче, чел, по карману. Ну, не специально попал, но такой синяк там был. То есть, поди жене доказывай, что, типа, это, ну, просто синяк они. Мы на своих боксерских тренировках начинаем приступать к спаррингу плавно. Значит, что это такое? Мы не всегда начинаем сразу зарубаться, вот прям вольной, да, работе. Значит, начинаем разгоняться. То есть, первый раунд мы поработаем передний. Значит, второй раунд мы поработаем переднее, все, значит, это за ним курсу. А в третий, да, поработаем классику. РАунд 1, ФАЙТ! РАунд 1, ФАЙТ! РАунд 1, ФАЙТ! РАунд 2, ФАЙТ! РАунд 4, ФАЙТ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Береги голову, ибо почему-то на 3-4 качаться только чем? Книжками! Береги голову, ибо почему-то на 3-4 качаться. Береги голову, ибо почему-то на 3-4 качаться. уже ну потому что зачем мне убийство в прямом практически эфире понятно что киршу не шанс на увидели что слова делает это там 30 40 процентов от того что он может не ребята я против того чтобы калечить людей юра живи шлем и в этой работе ну выносились другая шлем мешает как периферийное зрение то есть защищение что здесь когда закрывать я понимаю что я бы стал очень хорошо точно бьет и любые удары они ощутимы я хочу как бы перекрыться вроде чтобы где-то поймать его что на шару бить здесь не прокатит время а этот шлем дебильный он мешает но и выносливость конечно другая выносливость можно я тебе подытожить два момента вот на которых надо сконцентрироваться антоша угол атаки в голову сбить как бы не сверху а снизу немножко то есть ориентироваться на все-таки на ударах вот именно в область да ниже я высоко беру и высоко берешь сам чувствуешь согласен основное вот скажем так это ноги у тебя совершенно такая вот любительская манера ты не сконцентрировал на сильном ударе и сконцентрировал на работе на очки ну да есть понимаешь да то есть если ты встанешь поплотнее вот встанешь поплотней как бы а так физики у тебя как бы хватает руки у него есть я Я совершенно точно говорю, есть. Если хочешь ударить вот именно жестко. Более увереннее стоимость. Да, и меньше, да. Ну, понимаешь, да, что из такого положения, как бы, да, то есть... Акцентированно ты не удалишь. Да, сложно, то есть, если ты там, да, не звезда какая-нибудь там, да, типа Мухаммеда Али. Что наработает акцент, он наработает руки руками. Я тебе покажу методику Джорджа Формана, который его тренер тренировал на выработку акцентированного удара. Ты делал ты со всей силой или нет? Были моменты, но это было очень тяжело. Я всегда говорю, да, с ребятами в парах, когда с той... Если вы хотите что-то показывать и мне что-то поценить, как бы, да, над чем работать, мы должны вкладываться. Я тоже адекватно понимаю, могу я от тренирующегося это принимать или не могу. Почему? Потому что, когда ты бьешь сильно, у тебя немножечко другие показатели, другой замах, другая дистанция, да, более удобная для тебя. Чтобы мне по этому чем работать, мне это нужно увидеть. Значит, перед нами хэви-бэк, тяжелый мешок. Значит, в чем заключается тренировка выработки именно акцентированного удара? Такую методику использовал тренер Джорджа Формана. Не спорта же он так ввалил. На самом деле, существует мнение, что это природное. Это и природное одновременно, и плюс это можно на работу. Значит, сейчас ты встанешь в такую позицию, когда ты будешь бить, и при этом будешь себя чувствовать максимально комфортно в плане баланса. То есть, вот попробуй, именно вот плотно стоя на ногах, перенести вес тела с левой на правой ноги. Значит, смотри, у нас сейчас будут с тобой отрезки времени. Значит, 10 секунд я попрошу тебя опустить руки и быть максимально расслабленным. И вот отключиться, то есть отсюда как бы. Тишка такая, что ты должен начать собираться. То есть, вот собираться здесь в голове, концентрироваться на сильный удар. Далее у нас будет звонок трехсекундный. Вот в эти три секунды я прошу тебя сделать там два-три удара, ну максимально жестко, как ты можешь, и сразу же расслабиться. Когда будешь расслаблен, ты можешь даже глаза закрыть. Все, вот отключись. Отключись вот от внешнего мира и вот именно соберись вот немножко, начни собираться. Взрыв! Баланс, ищи баланс. При ударах не заваливаешься, ни в коем случае. Взрыв! Корпус добавляй, добавляй корпус, жестко, как стену сломать хочешь. Взрыв! Все, расслабься, отдыхай, хорошо. Смотри, вот если ты регулярно начнешь делать вот подобные упражнения, стоя на ногах, ты видишь, да, что начинает шатать. Вот об этом я тебе говорил в спарлингах. То есть, ты бьешь, тебя шатает. Ну, это вот из-за бесконечных передвижений вот этих вот, ну, как бы у нас тоже боксик такой, есть челнок. Но у нас чуть-чуть специфика другая, немножко. Значит, мне что понравилось себе, то, что ты меняешь стойки. Такими работать тяжело, непривычно, да, то есть, ну, тут, видишь, опять не хватает веса и ног. Вот, объективно. Я скажу так, Шаманин ударить может, действительно, да. Есть некоторые аспекты, как бы, которым нужно натренировать. Это именно вот акцентированный удар, сместить поражающую зону, куда он будет наносить удар, и пониже, пониже. Ну, и немножко, конечно, ну, не разворачиваться, то есть, не подставлять бока. Ну, эти все вещи, они, как бы, тренируются именно, скажем так, тем, что ты чаще будешь спарринговаться. Ну, я уверен, я скажу откровенно, точно, то есть, как бы, вот без этого лишнего бля-бла-бла-бла, то есть, он слушает. То есть, не можно работать в плане бокса рук, я бы, да, ну, уверенный бы, как бы, там, второй-первый разряд. И то потому, что, как бы, ну, вот, нет такого вот количества спаррингов, именно, вот, боксерских. То есть, нет именно такого вот постоянного боксерского навыка. Ну, вполне, то есть, я вполне оцениваю его работу, как на хорошую четверку. Антон, а ты, конечно же, если ты вот будешь делать вот по боксерски, как Слава советует, это помешает тебе, как тэквондист? Не, нисколько. Ну, любая работа, как бы, вот, я же всегда говорил, да, и на межселевых поединках, я знаю минусы своего вида единоборства. Допустим, если конкретно говорить по работе рук, вот эта вот работа, но она богатит, потому что в тэквондо, как я уже говорил, нет таких обменов ударов. И, правильно, вот Слава заметил, что у меня такая больше любительская манера передвижения. И это и сам почувствовал. На самом деле, в последней работе ты делал не 3 секунды, а полторы. То есть, 3 секунды это длиннее гораздо. Просто у тебя секунды шли, а у меня установка тренера была 2-3 удара, а я бил 3-4 удара. А, на количество ударов было, значит? 3-4 удара, да. Я просто думал, что, ну, тоже, вот, нет, и у меня в цепке работа. То есть, я думал, что вот это будет вот так, типа, более ситирунно, сильно, вот, жестко. И как раз размах будет вот этот вот 3-4 секунды. А Анатолий вот опять, да, то есть, переключил, да. А я скорость, скорость и средняя жесткость. Ну, опять же, не перед merits с работы. Вот я сейчас тоже, опять же,имот эту тему подняли, я понял ошибку. А скорость и жесткость, они противоречивые? То есть, вот такое работает, делаешь. Mein, mein, mine. То есть, раз� Luc, speaks, все, вот, там, там, там. Объяснил, и все, он делает уже. То есть, сейчас он уже понял. То есть, я ну, я понимаю, это быстро. То есть, мне нужно, вот, ну, сейчас откорректировали, а я сразу понял работу. Друзья, а если вы хотите отдельный выпуск по поводу того, как все-таки поставить на каутирующий удар, это же вечная тема. Я знаю, что вы хотите, но вы напишите на всякий случай об этом в комментариях. А скоро вас ждет продолжение, когда уже Антон будет учить Славу бить ногами. Славу бить ногами. Сюда не боксировать, вообще просто ноль. Нулевый. Туда не бить, сюда не бить. Не в спаринге, а тайский массаж. Если вы любите единоборство и боевое искусство, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Советую вам посмотреть и другие наши видео. В описании этого ролика на YouTube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию. А эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем Instagram.